Насколько я помню, у вас был достаточно приличный заработок в автосалоне. Когда я работала менеджером по продажам автомобилей, у меня заработная плата выходила, это было 100 тысяч рублей в лучшие месяца, это было 300-350, вот примерно так. В целом, это очень хорошая заработная плата до сих пор для человека, который не так давно, так скажем, в этом рынке находится и так далее. Вот, но душа просила все же. Я понимала, что я не буду всю жизнь и не хочу всю жизнь работать в графике. Я готова была на снижение дохода, и я ушла с работы, когда зарабатывала с кондитерки 50 тысяч рублей. Я понимала, что если я останусь работать на работе, то вот он мой потолок, 350, и выше у меня не получится. А если я уйду, начну заниматься своим делом, да, я буду получать сначала меньше, но у меня есть шанс там где-то зарабатывать миллион, два, три и так далее, строить свой большой бизнес, который будет моим. И тут у меня как бы нет потолка, нет предела, я могу развиваться в разных направлениях. И поэтому я ушла, потому что я не хотела, опять же, вот здесь зависеть от кого-то, да. Вот тоже вот эта вот нить, она тут прослеживается. Не было ли страшно вот с такого дохода большого, там, 350 тысяч, переходить на 50? Ну, это, конечно, било немного по вот этому моему я могу сама все и так далее. Нужно было попросить мужа помочь, поддержать и так далее. Наверное, решающим фактором уйти с работы было то, что я просматривала помещения на авито постоянно какие-то, хотела арендовать студию, потому что к тому времени мы завели собачку, вот. И она линяет, и когда дома собака, все же есть шанс, что попадет какая-то шерсть, еще что-то. Я не могла печь на заказ дома, потому что было животное. Да, я искала помещение какое-то, смотрела, чтобы было рядом с работой, чтобы было рядом с домом. Хотела маленькую свою студию сделать. И случайно, абсолютно случайно нашла помещение, кофейня. Это было, продавали кофейню, и аренда была, получается, 25 тысяч рублей в месяц. Вообще немного. За кофейню. А изначально я очень сильно хотела свою кофейню. Мне кажется, каждый кондитер практически мечтает о своей кофейне. Вот. И мы поехали туда смотреть. Муж сказал, что, скорее всего, это фигня какая-то, развод. В итоге оказывается, что реально 25 тысяч аренда помещения, и продавал собственник вообще всю эту кофейню за 75. Все, что там было, кофе, там сахар, стойка. Оборудование там не было, там все было в аренду. И вот буквально по щелчку мы сразу решили, все, покупаем. И я, получается, сразу купила эту кофейню, и все, у меня не осталось, так скажем, выбора. Да, да, да. Я все, я пришла к начальнику, говорю, все, ухожу. Он говорит, куда? Говорит, давай возьмешь, может быть, два месяца отпуск, типа, за свой счет, подумаешь, там, тра-та-та, а потом вернешься. Я говорю, ну, как бы уже, ну, нет, навряд ли. Он говорит, ну, и что, типа, возвращайся, будем рады. А так, конечно, попробуй. Я просто не могла не попробовать, вот что. Я очень сильно боялась, что если я не попробую, я буду жалеть потом в итоге. Потому что время-то идет, и в любом случае пробовать надо. Ну, не получится, я всегда могу вернуться на работу, найти любую другую работу. Мне кажется, в найме работу всегда можно найти. Сто процентов. И если ты не попробуешь и не узнаешь, а что будет, ты всю жизнь будешь думать, а что, если бы я сделала это тогда? Да, это важно. Поэтому я все же сделала это. Получается, вы купили как бы как готовый бизнес или вы купили помещение? Как готовый бизнес. Ну, получается, оплатила аренду и вот купила, что там было. Ну, в кофейне, на самом деле, мы проработали немного, вообще два месяца, потому что она была по соседству с цветочным, и все же я хотела закрытое помещение. В итоге я поняла, что я не могу работать, когда ходят люди постоянно, они меня отвлекают от выпечки, макароны, они меня там отвлекают от съемки каких-то уроков, еще что-то. Надо было постоянно полы мыть за ними, вот это вот все. И постоянно был какой-то движ. А мне хотелось больше спокойствия, закрыться в своей комарке, сидеть, пить, заниматься своими делами. И тоже чисто случайно я просто листала объявление и наткнулась на вот эту вот студию, получается. Она продавалась. И мы сразу же на следующий день, я позвонила, мы поехали, посмотрели, все, я сказала, беру. Мы продали быстро ту кофейню, буквально за три дня. И сразу же купили, получается, эту студию, а она была со всем абсолютным оборудованием. Ну, кроме там миксеров, там еще духовок. То есть до этого здесь тоже какие-то кулинары, кондитеры были? Да, здесь были ребята, делали сначала шоколад, где-то пять лет работали, а потом девчонка делала пряники. Вот у нее я, получается, купила, и сейчас мы здесь делаем макароны. Уже не я одна, уже мы с кондитером своим. Сколько в рублях, в штуках, я не знаю, у вас ежемесячные контракты с кофейнями? Проще в рублях, потому что всегда немножко по объемам заказывают по-разному. На данный момент, на данный момент, в среднем в месяц выходит 180-200 тысяч рублей чисто с кофеем. То есть это те деньги, которые стабильно у вас каждый месяц продаются, из которых вы оплачиваете и эту аренду студии, и, соответственно, наемного кондитера. Да, и вот все расходы по ингредиентам, вот это вот все туда уходит. У многих авторов есть такой страх, когда они что-то, скажем так, уникальное создали, и они боятся нанимать человека для того, чтобы этот человек потом переймет рецептуру, клиентуру, создать какой-то свой бренд и ведет, скажем так, бизнес. Вот был ли у вас такой страх, и как вы с ним работали? Был, сто процентов был. Такое есть у многих, потому что действительно кондитер, когда он печет, он имеет опыт, имеет клиентскую базу, но упирается в потолок, он хочет расти дальше, но не может, потому что он боится. Вот передать эту историю, я была таким кондитером, потому что действительно очень сложно было довериться человеку. Многие хотели работать, но я сразу понимала, что они хотят просто обучиться и пойти дальше. Мой совет тем, кто хочет расти и нанимать людей, но боится, он очень простой. Во-первых, нужно, когда составляешь резюме, спросить у человека, кем он видит себя через полгода. Как минимум мы будем понимать, к чему человек идет. И, как правило, люди пишут правду, потому что они не задумываются, что это проверочный вопрос, такой секретный. И второе, это, конечно же, вообще пообщаться с человеком, понять, насколько он амбициозный, чего он хочет дальше. И если вы четко понимаете, что вам нравится человек, но есть сомнения, что он уйдет и так далее, то можно просто сделать обучение либо платным. К примеру, первый месяц человек вам платит за то, что он работает. Там 10 тысяч рублей, какую-то такую сумму. Тогда, если он уйдет, будет не так обидно. Да, согласен. Это тоже можно сделать такую фишку. Либо, соответственно, делать бесплатное. Первый месяц работы без оплаты. Это, так скажем, практика, которая, может быть, потому что человек приобретает навык. Преобретает навык, по сути, бесплатно. Что-то делать своими руками. И так становится уже не так страшно. Но по факту бояться не стоит. Не стоит бояться конкуренции и всего такого. Потому что ваши клиенты всегда останутся вашими клиентами. И никуда они не уйдут. То, как делаете вы, делаете только вы. И вот сколько я не пробовала макарон, честно, даже моих учениц, они другие. Я не знаю почему, но они другие. Моя кондитер, изначально, когда пришла, она пекла макарон, и они были реально другими. И я провела с ней несколько замесов, наверное, вот прям следила полностью, мы делали вместе, чтобы она делала вот ровно так, как я. И сейчас они такого же вкуса, как если бы делала я. Моя кондитер, я ее нашла на Авито. Она работала домашним кондитером сама. У нее большой опыт. Но она не хотела как раз таки вести соцсети, вот этим всем заниматься. И вот как-то у нее так случился переломный момент с супругом и так далее. Вот она захотела работать вне дома. И вот для нее найм стал лучшим вариантом. И мы как-то вот сошлись, и до сих пор хорошо работаем. А сколько вы уже работаете вместе? Около года. Около года примерно так. Не все люди, предприниматели, не все хотят действительно уметь продавать. Некоторым достаточно просто стабильный поток работы и стабильного потока заказов. И все. Для них это уже хорошо. Вышел, и ты уже не дома, и какая-то деятельность. Да, почему бы и нет, каждому свое. Когда ты имеешь навык, ты уже дальше сможешь сам решать, как им воспользоваться. Ну, как минимум, я считаю, стоит, по крайней мере, начать пробовать продавать, попробовать себя в этой деятельности предпринимателя, как оно тебе там. И если тебе понравится, то можешь там остаться. А если нет, то можешь пойти в тот же найм. Почему нет? Хороших кондитеров всегда с руками и ногами забирают. Когда ты имеешь кондитерский навык, в целом, ты можешь и в найм устроиться. Потому что, когда, к примеру, я себе искала кондитера, мне было очень сложно найти, потому что никто не умел печь макароны, пирожные, мне пришлось обучать девушку. Я, соответственно, ее обучала этому навыку, потому что очень мало таких специалистов. И, к примеру, у меня есть ученицы, которые берут в ресторан с шеф-поварами, с шеф-кондитерами, только потому что они умеют печь макароны. Здорово. И под них строят производство, закупают оборудование, чтобы они пекли эти пирожные. Ну, это реально так. Это реально очень круто. Это тот навык, который пригодится вообще в любой точке мира в целом. Даже если ты работаешь в найме и совмещаешь с кондитеркой, с тем, что тебе нравится, даже те же 10-20-30 тысяч рублей, которые ты заработаешь в тех же соцсетях, либо с другими какими-то инструментами, их очень много, и можно подобрать тот инструмент, который подходит именно тебе, под твой график и под все вот это. Это тоже как бы не лишнее, да? Почему нет? И это будут деньги, которые заработаны в кайф. А потом уже можно и решить, хочешь ли ты на постоянку идти в эту историю, или ты хочешь совмещать. Тут как бы дело вкуса, так скажем. Дело каждого.